Музыкальный театр Третий международный фестиваль балета имени Ольги Списивцевой 20 мая вечер тематического искусства «Юмор в балете» 21 мая балет «Спартак» От Ростова до Лос-Анджелеса, от Копенгагена до Москвы В Шолохо в центре работает новая выставка «Люблю ездить по свету» Мир глазами писателя Михаила Шолохова Хроника соблазнений Дон Жуана в одноименной постановке на сцене молодежного театра 21 мая, а 22 мая трагикомедия в двух поцелуях «Безымянная звезда» Текст в общественном пространстве, как основная идея нового арт-проекта художественной галереи Ростов «Ничего страшного» Успейте посетить до конца мая Творческая лаборатория Олега Лаевского вернулась в молодежный театр после двухлетнего перерыва Тема этого года «Бунин лав» Это три эскиза по рассказам Натали «Легкое дыхание» и «Митина любовь» Запомните этот звериный вопль Дальше он поможет понять режиссерскую задумку Начало звучное, но почти бессловное Отсутствие текста восполняется мимикой, запахом свежей травы и сирени Совершенно бунинская атмосфера природы Да и ротизм в деталях, обнаженные ноги, длинная клетчатая фланелевая рубашка, под которой почти ничего нет Правда, если бы зрители не знали, на что пришли Бунинскую Натали, выдали бы только немногочисленные диалоги Черестюр книжный, словно выверенный по ситуации И все же, кто такая Натали? Не знаю, не знаю Очень хорошая такая, крупная Сегодня и только, конечно Мне понравилось, да Это взгляд на Бунина, московского режиссера Кирилла Сбитнева За сюжет взял, условно, первую часть рассказа Натали Где развивается усадебный роман героев Виталика Мещерского, Сони Черкасовой и Наташи Станкевич Сценографически мне хотелось поддержать эту историю, чтобы зритель чувствовал себя чуть-чуть неловко Что он подглядывает в условные панорамные окна какого-то дома большого Такая задача появилась, и она была для артистов очень сложная Потому что все привыкли к тексту, который дисциплинируют Здесь у меня монолог, а здесь диалог, а здесь пауза А тут, да, абсолютно этюдная история по нахождению жизни Это пока только эскиз, поставленный всего за пять дней на экспериментальной сцене театра Сжатые сроки условят творческая лаборатория Олега Лаевского Тематика года «Бунин лав», хотя чувственная классика давно уже не репертуарный запрос молодежного Вздохните, какой воздух! Натали! А так все могло быть прекрасно! Да! Натали! Натали! Почему вы так... Так не ласково со мной? В первой лаборатории мы решали, как сказать, свои задачи как бы репертуарные Именно репертуарные, да? Мы понимали, что как бы не хватает репертуара в театре, нужно попробовать это, это, это Нужно как-то возродить труппу, чтобы она как бы могла работать с разными режиссерами В разных школах и так далее Потом, когда мы носили репертуар, мы начали экспериментировать Если вы помните, это была чеховская лаборатория Это была лаборатория по советской драматургии Это была лаборатория по... Немецкая лаборатория по немецким пьесам с немецкими режиссерами И вот бунинг как бы, да, вот в нашем таком как бы странном мире, который сейчас, который куда-то спешит, куда-то, куда-то торопится со всякой пандемией, которая нас захлестнула И вся история вдруг захотелось чего-то человеческого А тут даже сверхчеловеческая режиссерская версия заканчивается мифически Молодой месяц обмывался к перемене погоды Но страшная ночь у Черкасовых буквально обернулась трагедией Помните его и Сони в начале Зрители постановку приняли, отметили смелость и легкость Показать в сюжете новое дыхание, может быть даже легкое Задача лаборатории руководитель Олег Лаевский видит в эскизах одноразовую прокачку энергии А результат его не очень интересует Редко из эскиза получаются хорошие спектакли Но получается, потому что мне кажется, что и Каштанка получилась И получилось то, что делал здесь Коля Русский, Варшавская мелодия И замечательные холостяки и холостячки Но это не закон Это действительно исключение из правил Здесь важна чистота эксперимента Поэтому режиссер из Самары Артем Устинов Сам выбрал, что называется, работу на сопротивление Рассказ «Мити на любовь» давался тяжело Пять дней репетиции, по 9-12 часов и самый болевой текст Где есть и любовь, и самоубийство Эскиз начинается с конца рассказа По сюжету Мити на любовь к Кате выражалась в ревности Он так ненавидел эту ее смесь ангельской чистоты и порочности Что готов был задушить массив бунинского текста, где одна половина описаний буйства природы, а другая личные переживания героя Режиссер показал через сценографию У театра нет средств, чтобы сделать это буквально, и поэтому тебе нужно искать какой-то опосредованный ход И поэтому, в частности, мы там используем видеосъемку и крупные планы вещей, рук, лиц, предметов Режиссер вывел отдельными актерами только Митю и Катю Остальные – условный хор, который перевоплощается то в персонажи деревни, куда уехал главный герой после расставания с возлюбленной То авторскими голосами и даже голосами природы Он воровисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов Уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо Опять в сто первый раз жадно пожирал его Дойдя до конца, Митя комкал письмо И уткнувшись лицом в мокрую солому, бешено стискивая зубы, заклебывался от рыданий Но зрителя не убедил такой сценографический показ природных явлений Эскиз отправили на доработку, а голосование покажет, какие постановки и в каком формате войдут в репертуар молодежного театра У войны не детское лицо Фраза, не подтверждающая реальность Воспоминания о страшных днях двух оккупаций Ростова в Великую Отечественную 40 лет назад кроветый публицист Владислав Смирнов собрал в книгу «Ростов под тенью свастики» А сегодня детская театральная студия «Мастер-класс театра имени Горького» поставила под ней спектакль «Город маленьких героев» Импровизированная бомбардировка сразу погружает в ощущение войны Сегодня малая сцена театра имени Горького – город маленьких героев во времена оккупации Ростова В спектакле играют дети, актеры театральной студии «Мастер-класс» Но сама постановка вовсе не детская Воспоминания очевидцев похлеще любого литературного текста Как рвутся бомбы все видели в кино Другое дело прочувствовать это на себе Жертв после бомбежек было очень много Особенно в первое время город был практически незащищен Стоит, скажем, очередь за продуктами Они местами летают и бомбили И на улицах, местах с поклеем людей валялись руки, ноги, голови Никто не пишет, как это было страшно Пишут об этом как о каком-то обыденном Мы вышли, дом разбомбило, мы попрыгали по кровати И провалили с четвертого этажа на третий Но мы не ударились, потому что стены были ветки, бомбежка И мы были на кровати, все Истории детей войны вошли в книгу ростовского публициста и краеведа Владислава Смирнова «Ростов под теню свастики» Изначально это было прологом, должно было быть прологом к нашему спектаклю по закрутке на «Матерь человеческая» Но переросло в настоящий большой, полноценный спектакль Который не стали делать ни таким прологом, ни дробить не стали И дали возможность всем детям, даже может быть, конечно, авансом где-то выступить на сцене взрослого и большого театра К постановке готовились три месяца Чуть раньше начала работу с материалом педагог студии и актриса Екатерина Березина Именно она срежиссировала спектакль, отобрав из почти 300 воспоминаний 25 историй И большая часть их касается первой короткой оккупации Ростова с 14 по 29 ноября 1941 года Кроме рассказов, в спектакле «Город маленьких героев» звучат знакомые всем военные мелодии «Марш в прощание славянки» играет юный актер Илья Ткачев Ему 11, так же, как и многим маленьким героям книги Представлялись картины убитых людей, как сражались Это ужасно Как это сказать, явление Когда люди просто не понимают, что они делают Один раз принесли тяжелораненого У него оторвало ногу Рядом с ним Все время стоял его товарищ Утешал В зале супруга автора Журналист Елена Смирнова Именно она подарила книгу главному режиссеру театра Геннадию Шапошникову Сама войну не помнит Ее история выживания в годы оккупации Рассказана матерью Александре Котлеровой На следующий день после выписки из роддома немцы разбомбили его Пусть плачут дети сегодня Это слезы очищения Но пусть, главное, они помнят Что их задача Действительно овладеть всеми знаниями, накопленными человечеством Чтобы стать действительно патриотом Тот, который работает на родину Спектакль наградили на Международном фестивале Молодых независимых театров Пространство юных дипломом за лучший актерский ансамбль Следующий выпуск Ростова Культурного через неделю Смотрите нас на сайте 1Rostov.tv Чтобы не пропустить самые интересные сюжеты о культурной жизни города С вами была Юлия Сурикова До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин